В этот юмористический час я встречаю зрителей вас. Сегодня будет долгожданная четвертая часть. Рассказываю шутки друзьям. Будут интересные шутки, надеюсь они вам зайдут. И само видео вам зайдет. Поэтому пожалуйста поставьте лайк. Подпишитесь на канал, напишите в комментариях, что еще для вас нет. А также досматривайте этот ролик до конца. А мы начинаем. В общем, вот первый участник, как вам я буду рассказывать шутку. И вот его Шармил. Он участник моего канала. В общем, не будем подробностей. В общем, слушай шутку. Проходит в школу, да? Ключица. Проходит на первый уход. Проходит еще один уход. Третий, четвертый. Пятый. Он говорит, да когда это все закончится? Да, когда они закончатся. Ну и к нему подходит. Человек говорит, так сегодня в зуб вот. Вот. А он напишил его, как сидел. И так. Сверхознялся. Вот здесь. Законец-то человек домой и думает, чем мы заняться? Постать телевизор? Да нет, мы тоже показываем. Посидеть в кафедре, да, но я там вот просто играл. Думаю, может, если поспать, то я уже два звал. Я один из семьи. И думает, ладно, пойду обратно. Иди к нам, пожалуйста. Поближе, поближе, да? В общем, еще один друг, которому я хочу рассказать шутку. Как я называть его? Артем. Артем, да. В общем, заходит... Ага, бежит белка по дорожке. И видит человека, который несет орехи. Белка подходит к нему и говорит, а можно, пожалуйста, ореху? Он говорит, а ты как-то говорил. Ну и она и говорит это белка. Когда хочется кушать, я могу хоть что сказать. Хочешь сказать иди... Ну, в общем, вот. Этот человек офигел от такой инвык, что аж всем своим друзьям рассказал, его отходили в психбольницу. Ну, это шутка, конечно. Да, но в этой шутке есть, конечно, философский смысл, наверное. Наверное, да. Спасибо за внимание. А вот еще один мой друг, это тоже Артем, только живой помилей. Не буду поднять его по моему видео, так как это вопрос о безопасности. В общем, к шутке. Короче, обычный студент пришел на работу. Ему нужны деньги. Пришел работать судьбом в зоопарке. Ой, то есть обезьяны в зоопарке. Приоделся, развлекает людей, и как-то вечером видит какого-то льва, который к нему подходит. Он говорит, ну и нафига я на такие деньги начал работать? И не был человеческим голосом. Вы из какого факультета? Вот все. Вот и все, друзья. Позовывайтесь. Привет, пока. Как вас зовут? Здравствуйте. 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 Да? Я тоже Тихон зовут. Да. Ты же принимал участие в моем новогоднем веке. Да, ну. Это легенда. Поэтому это честно. А вот это шла с Петрыс Таджикистана. Ну все, вы поняли? Да, я реально. Я тучи. Да. Мы вам верим. Я тучи. В общем, вот такая жутка про смешайку меня сотрела. Очень мощно. Фильм приходит, короче, в мастерскую, да? Смотрит, сколько автозапчастей, и не знает, как сделать машину времени. Короче. Вон такой. К нему выходит в багаж, пишет стихотворение, да? Я понимаю. Выходит в течение лет, вылетает в любви из будущего, да? И говорит, это стихотворение полная фигня. Нет, нет таких, я считаю,ショевики. Продолжаем. Еще одни люди, которым я рассказываю шутку. В общем, смотрите. Выходит школьник в школу, да? Чтобы... Как бы... Поучиться. Но тут замечают, что она школьница, да? И... У нее спрашивают, да сколько сегодня уроков? Она ей говорит, семь. Он говорит, да ну, почему семь-то? И она говорит, да я сама не знаю. Он у нее спрашивает, да у тебя сколько уроков? Четыре. Он говорит, как так-то? Он говорит, да ты посмотри на расписание. Там у всех четыре, только у вас семь. И вообще, мы в первом классе все учимся. Сейчас я буду рассказывать шутку по моему другому. Шутка Жемякина. У меня скоростный хит. Стэнбол 2. Мы на эту песню сейчас работаем, да? И неизвестно, когда эта песня выйдет. В общем, шутка проходит. Мальчик в детский сад. Играет, играет, играет. К нему подходит воспитательница. И говорит. Эм. Все. Пора ложиться спать. Ну и он такой. Почему спать? Она говорит. Что-то вы шестное увидите. Быть крепким. Ну он говорит. А я уже сразу так спал. Крепким я так и не стал. А почему? Ну и он говорит. Шоклян. Просто сухая кень. Она говорит. А ты не скрукий. Ты. Хрустящий. Эй. Аааа. Я уже. Обернул её. Вот ещё один чил, Которому я хочу сейчас рассказать смешную шуточку. В общем. Эм. Общаются два попугая. Один говорит другому. Я вот повторяю за девочкой. А я повторяю за мальчиком. И шо они там говорят? И начинают повторять. Эм. Эм. Повторили. 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 И ушли. Как я шутил? Да. Спасибо. В общем. Спасибо за внимание. С вами был Игорь Айсим. Надеюсь это видео вам пришло. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Что вы решите обосновать. И. И всем пока.